Вторая часть семинара, посвященная тысяче тридцатилетия Крещения Руси. Слава Богу. Подключаем дуйку эту. Да, вторая часть семинара. Пришло время. Остается последнюю минуту. Первый семинар, который сейчас я провожу, в прямой трансляции, он посвящен тысяче тридцатилетию Крещения, со дня Крещения Руси. И я говорю о духе Инквизиции. Вообще, эту годовщину, этот юбилей празднуют в Украине, празднуют так или иначе, в меньшей степени, конечно, но празднуют и в России, и в Белоруссии. Знаете ли, но, и православные, и протестанты, и католики, все-таки большая часть христиан здесь, в Украине в частности, празднуют. Это как праздник. Знаете, праздник со слезами на глазах, но со слезами другими. Мне очень тяжело, как православному реформатору, говорить об этом все. Знаете, хорошо, когда семинары провожу я у харизматов. Очень люблю я бывать, у всех свои плюсы, минусы у христиан, но у протестантов, харизматов есть свои минусы, но есть свой плюс. Вот, там, в такой атмосфере, значит, радости. Потому что говорить серьезно о многих вещах этих, без шуток, будем так говорить, да, значит, ну, очень больно. Так вот, скажу так, что мне очень больно, что сегодня миллионы-миллионы христиан разных конфессий считают, что Владимир был прав. Мне очень больно, что даже вот в Киеве, допустим, один из самых красивейших соборов, церковных сооружений Украины, посвящен собор этот князю Владимиру, который стал палачом своего же народа. Этот собор его, значит, построили в конце 19 века, когда праздновалось, тогда праздновалось 900-летие со дня начала крещения Руси и Украины до 1888 год. Да, это было 130 лет тому назад, как раз и было много мероприятий в Москве, в Петербурге, в Киеве, в разных городах, ну, тогдашней Российской империи. 130 лет назад это была территория Российской империи, и, знаете ли, в то время действительно отмечали это церковными службами, балами, концертами всякими, мероприятиями, освящением новых, в том числе и храмов. И вот был освящен здесь вот этот красавец собор, Владимирский собор, мне очень нравится он. Там Воснесов работал, его рука там есть, другие художники великие, и, знаете, и я очень, ну, мне сам собор нравится, как художнику, но мне очень печально, что этот собор до сих пор посвящен князю Владимиру, который стал палачом своего же народа. Тысячу лет назад. Да, друзья, сегодня нам нужно переписывать историю. Вот чем я и занимаюсь, собственно, по милости Господней. Я благодарю Бога за всех вас, за ваши молитвы, за вашу поддержку. Обращаюсь сейчас к верующим разных конфессий, динаминаций, разных течений, протестантам, православным, католикам. Спасибо всем за поддержку. Вот. Прошу ваших молитв и дальше. И также прошу, не ослабевайте, участвуйте и финансово. Не только в слове, но и в деле. Участвуйте в моем служении Господу. Бог да, вознаградит вас и воздаст вам. Вот. Почему еще так вот я это упомянул? Очень важная вещь. Потому что я сейчас работаю над сборником статей. Ну, точнее, я уже переделал фактически все уже. Сборник статей, который издавал я в 2003 году, я его переделал. И сейчас его дорабатываю. Вот. Дорабатываю, доделываю и хочу издать этот сборник. Вот. И также, значит, свое автобиографичное свидетельство такое расширенное уже более. Вот. Я кратко и публиковал еще тоже. Тоже тогда же, в 2000... Я думаю, в 2002-2003 годах публиковал я. Вот. Да и раньше тоже «Мой путь к живому Богу» я так назвал. Вот. И в первой части сегодня этого семинара, короткого семинара такого, по 30 минут, я решил вот так вот сделать три части сегодня. Ознакомительно. Чтобы перед субботой не нагружать сильно ни себя, ни вас. Вот. Извиняюсь, что, может быть, как раз перед субботой не совсем такая подходящая тема, но надо. Надо. Надо об этом говорить, знаете. Вот. И, значит, вот сейчас это вторая часть, потом в 17-м будет третья часть. А уже в 18-00 я включаюсь, эра в шаббат, и будет уже все. И уже будет совсем другая тема. Все. Будет суббота, и все. И забудем все. На целый день мы просто растворимся в Господе. Вот. А потом уже в воскресенье все. Снова первый день будет в трудовой неделе. И будет служение, будут учения, будут семинары. Буду продолжать более подробно говорить в понедельник и вторник. В воскресенье, понедельник, ну и вторник тоже, да, Бог тоже. Более подробно на вблоге своем опубликую и в социальных сетях информацию опубликую. Даст Бог. Вот. И, значит, почему еще мне трудно говорить об этих вещах? Вот. И то, что даже я говорил в первой части, было мне так непросто говорить. А сейчас еще более непросто. Потому что я сам православный священнослужитель. Уже больше 30 лет несу служение православного священнослужителя. И тысячелетия крещения Руси я очень хорошо помню. Я был тогда молодым служителем. Я имел тогда степень, первую степень священства. Чтеца есть степень. Вот. Я был чтецом и иподиаконом. Ну ипо. Маленьким дьяконом. Дьячком будем так говорить. Чтец и иподиакон. Молодой человек. Я тогда еще заканчивал училище Орловское художественное. И вот в 87-м году, в 88-м начал служение. Да. А вот даже с ячейки пишет. Юрий Геннадьевич пишет на Фейсбуке, что с ячейки. И мы смотрим вас всей группы. Спасибо огромное. Спасибо всем святым радоваться. Да. Аллилуйя. Где бы вы ни были, по всему лицу земли, благоставляю вас, дорогие друзья. И знаете, друзья, вот в первой части я говорил о том, что уже в Слове Божьем, в Библии, есть такое действие Духа Инквизиции. Ну так условно назвал его Дух Инквизиции. Ну как, не условно, а потому что слово Инквизиция так на слуху. И обычное слово Инквизиция, даже человек, если далекий от религии, то он понимает, о чем идет речь. Инквизиции называют, ну буквально это как расследование переводится, но мы имеем в виду, конечно, не просто расследование, да, а имеем в виду религиозную всевозможную нетерпимость, гонение. А вот Юрий Геннадьевич прошел сам путь от Пономаря до Иерея, поэтому прекрасно вас очень понимает. Да, спасибо огромное, спасибо огромное. Вот, из-за понимания, да, я тоже вот, тоже от Пономаря, чтеца и по Диакона, Диакона, потом и Иерея. Прошел эти степени, вот, священство. И, знаете, служил тогда вот, 88-й год, я помню прекрасно, потому что у нас как раз и новый архиерей появился, у нас не было архиерея своего, прежний умер, как бы и была, вот, кафедра пока, как бы, вдовствующая, будем так говорить, Орловско-Брянская тогдашняя. Вот, и временно управляющим нашей епархии был архиепископ Симон Рязанский-Касимовский. Вот. Он помогал, он благоставлял, значит, и моего духовного отца благоставлял, значит, вот, на службу, ну, как бы, отца Иоанна Квитовича. Отец Иоанн мой очень любил, значит, архиепископ Симона. Кстати, впоследствии архиепископ Симон меня же и руполагал в Иерея, в Диакона и в Иерея руполагал. В 91-м году, в конце 91-го года, он меня руполагал как раз в Иерея, в Рязани. Вот, то есть с архиепископом Симоном Рязанским очень много у меня связано чего. Вот, и в моей жизни. И вот я приезжал в Москву, в Московскую область, Загорск, в Ленинград приезжал, в Ленинградскую семинарию Академию тогда, в 88-м году. И вот все эти торжества я прекрасно помню. И, знаете, я помню тогда такую некую раздвоенность. Я помню, знаете ли, мне было очень, тогда молодому человеку было сложно, многие вещи эти принять. Я был уже протестантом, будем так говорить, каким-то в своем роде, потому что в 87-м, 88-м годах, как раз вот на рубеже, своему тогда вот священнику, духовному отцу, отцу Иоанну Квитовичу, я как раз говорил, значит, так и так, говорю, отец Иоанн, говорю, вот, почему вот надо молиться кому-то еще, почему вот у нас вот в церкви, да, вот в храме, в других храмах вообще, в православии, в христианстве, ну и для меня христианство ассоциировалось только с православием, почему вот молимся там таким-то святым, таким-то святым, вот, почему, допустим, там целовать иконы там и прочее, ну, мне было непонятно, потому что до того, до 87-го, 88-го вот этого переломного момента такого в моей жизни, Библия была в моей жизни главенствующей, и Слово Божие было главенствующим, все было как бы, ну, понятно, а здесь темный лес религиозный, и, ну, я это списывал на то, что вот мне, как говорили священники, что это, видимо, гордыня там, и надо смиряться, и то, что самый умный, на исповеди мне священники говорили, даже и старцы эти говорили, Наум Кирилл, эти всесоюзные батюшки эти, к отцу Герману ездил, тоже, значит, на послушание там был, значит, там и отца Наума, архимандрита Наума был в послушании тоже там в Загорске тогдашнем, вот, это все как раз 87-88-е годы как раз переломные, а в самом 88-м, летом 88-го вот эти торжества, да, в честь тысячелетия Крещения Руси, благоставение было патриарха Пимена, я был как раз возле патриарха Пимена, тоже, значит, и он благоставлял, значит, там семинаристов, хор семинаристов, хор монахов, все подходили мы за благоставением к патриарху, вот, и много событий было таких памятных, то есть, как бы, ну, как бы, есть что вспомнить вот о том времени мне, но знаете ли, в чем была моя раздвоенность тогда? Да, знаете ли, в чем была раздвоенность? Потому что я много читал всегда по истории, по истории христианства, в частности, много тоже изучал, вот, и читал, ну, конечно, какую тогда литературу, советскую литературу, вот, я прекрасно знал, что крещение-то было, насильственное было крещение, и знаете, а здесь преподносилось все в 900, в 1988 преподносилось все, как вот именно торжество веры, правды такой, знаете ли, что это все, ну, как бы, благочестиво было все. Я разговаривал с разными священниками, один из них Лев, а, протерия Лев Лебедев был такой, с Курска приезжал он тогда в Загорск, он, кстати, впоследствии ушел к зарубежникам, насколько я помню, вот, значит, но он такой, очень такой сообразный батюшка был, тогда, кстати, он книгу мне подарил свою, значит, эту, тоже, кстати, связанную с крещением Руси, была книга, тогда издавалась у него, в семинарии, у нас в семинарии, как раз, издавалась она, ну, насколько я помню, потому что она у всех семинаристов, она была фактически на руках, вот, значит, и мы ее читали, перечитывали, значит, там, использовали, оттуда цитаты брали постоянно, вот, для работы, я тоже цитировал часто от Сальвановича, и он мне сказал такие слова по поводу тоже крещения, что насчет вот этого насилия, даже если где-то и перегнули палку, то все это, как бы, ну, ради благой цели, как бы, вот, ради благой цели, все-таки, ну, не ислам, все-таки, не иудаизм приняли, не, значит, там, не буддизм, не что-то еще, и не язычники мы теперь все-таки, а все-таки христиане, как-никак, вот, значит, и христианская культура, и вот ради этого стоило, как бы, значит, ну, как бы, даже, если даже где-то и перегнули палку, то это все оправдывает, как бы, знаете, вот, ой, ну, как говорят, вот, знаете ли, еще, благими намерениями, да, дорога в ад вымощена, и, или же еще, вот, говорят, цель оправдывает средства, но, если в миру это правильно, то для христиан это неправильно, именно, ну, если христиане, настоящие христиане, возрожденные свыше христианин, это неправильно, и, знаете ли, в 96-м году, когда я вышел из Русской Православной Церкви Московского Патриархата, я вышел по идейным соображениям, вышел, именно, вернувшись к Библии, к авторитету Слова Божьего, пересматривая все, переписывая свою жизнь, переписывая свое служение, переписывая историю, все-все, вокруг и вся, через Слово Божье, пересматривая и переписывая для себя ее, и, знаете, в том числе и крещение Руси, и вот тогда, в 96-м году, я вновь, как и в 88-м, очень остро, почему в 88-м у меня был вот, ну, конфликт такой в разуме, я же очень любил Николая Лескова, великого русского писателя, я сам, моя юность прошла в городе Орле, значит, я родился по Волжье, а юность прошла моя в городе Орле, вот, значит, а это лесковские места, ну, конечно, и Фетовские, и Тютчевские, и Тургеневские, безусловно, там, и целая плеяда, значит, гениев, но, знаете ли, богатая земля, вот, действительно, гениев, но, особенно Лесков, с удовольствием превеликим, пересчитывал его многожды, и, знаете ли, вот, и также его, конечно, я знал работу, изучение материалов крещения Руси, тем более, что в то время, в 19-м столетии он работал и в архивах, в монастырских архивах, изучал летописи, и то, к чему, а это было как раз в Киеве, Николай Лесков как раз, он некоторое время поработал в Киеве, здесь вот, и работая в Киеве, он, значит, как раз застал вот эти все торжества, мероприятия, связанные тоже с подготовкой, там, к 900-летию тогда, принятия христианства на Руси, крещение Руси, 1888 год, и, вот, застав эти все, там, приготовления, парады, значит, там, балы, встречи, везде говорилось, что это, там, такое, великое, там, благо для Руси, вот, а он сидел в этих монастырских книгарнях, он сидел в архивах, и, знаете, что, он написал тогда такие слова, что Русь, благо, крещена, но не просвещена, крещена, но не просвещена, а дальше больше, он написал о самом крестителе, о князе Владимире, написал такие слова, он, говорит, принял христианство, но не принял Христа, рассуждая над тем, какими методами он действовал, как он жил после того, после принятия христианства, как были пролиты реки крови и слез по его, значит, решению, как авторитарного такого правителя самодержавного, он, как раз, Николай Лесков и констатировал такой факт, он сказал, что, да, он принял христианство, но не принял Христа. Вот это, кстати, христианство без Христа, саму эту идею впоследствии, ну, примерно в то же самое время, чуть попозже, стал развивать граф Лев Николаевич Толстой в Туле, ну, в Ясной Поляне у себя, стал развивать эту тему, эти размышления, и в самом, в самые последние годы, как раз 19-го столетия, там, 1880, ой, 98-й, 99-й годы, как раз самые последние годы, 19-го столетия, он примерно то же самое и писал, только перефразируя и развивая дальше эту мысль. Но не буду, я буду цитировать более подробно классиков этих литераторов уже, значит, в более полном семинаре. А сейчас история, такой ликбез. Когда мы говорим слово инквизиция, то большинство обывателей наших, да и христиан даже, даже порой и возрожденных свыше христиан, значит, обычно, как бы, имеет в виду, как бы, инквизицию западноевропейскую. Обычно вспоминают католиков, обычно, вот, на них грешат, вот, они такие, такие. Вот, и мало кто даже и мыслит о том, что инквизиция была и у нас, в православии. Даже и, не только де-факто, а даже и де-юре некоторое время была инквизиция. Вот, даже, и скажу еще больше, даже само слово инквизиции и само начало инквизиции было не на Западе, а на Востоке. Вообще-то, даже если исторически брать, то это времен еще Второго Вселенского Собора. Это конец четвертого столетия. Когда слово инквизиция было впервые, вообще-то, ну, на самом высоком религиозном и политическом уровне было провозглашено. Вот, оно звучало в устах тогда Базилевса, этого императора Феодосия Великого, знаменитое его вот это вот инквизиторское вот это деяние, процесс фессалониках, когда фессалоники были залиты кровью, значит, так называемый инквизиторский трибунал как раз, который просто-напросто, как сталинские тройки, выносил приговоры, как семечки щелкал. Вот, значит, и все фессалоники были залиты кровью. Стадион фессалоников представлял собой жуткое зрелище. Современники описывали, что все было покрыто кровью, весь стадион, и фрагментами тел человеческих и внутренностей было завалено. Это было просто настоящее бойня. Настолько, что вот само рождение этого слова инквизиция и самые первые процессы фессалоника в других городах, вот при Феодосии Великом, он как бы был, ну, если брать имена де-юре, он был как раз учредителем инквизиции. И епископы ему подведомственные, вот, к сожалению, некоторые епископы поддержали его, а все остальные молчали. Только лишь один епископ тогдашний в Италии, из Италии, да, из Медиалана, миланский епископ Амросий, именно только лишь этот епископ высказался категорически против инквизиции в церкви и, значит, против инквизиции как таковой вообще. Когда, значит, расследование во имя, там, веры, убеждений, там, чего-то еще, очень скоро выносится приговор этот, значит, и, значит, просто-напросто совершается такой геноцид. И Амвросий Медиаланский, он, собственно, из Миланы города, он написал письмо и даже отлучение. Да, он не побоялся, вообще, Амвросий был удивительный человек, конечно, не побоялся пойти против системы, всей системы религиозной, политической, потому что все им молчали, патриархи молчали, папа римский молчал, все епископы молчали, на востоке, на западе, африканские тоже заткнули свой рот. Все боялись этого тирана, Феодосия Великого. Амвросий, нет, молодец. Он, кстати, бывший генерал, насколько я помню, он бывший, значит, военный человек, и он в Милане оказался, собственно, наводить порядок, как военный пришел туда. Вот, но так получилось, его избрали, значит, епископом. Это когда, ну, там, в Милане итальянцы кровь бушевала, будем договорить, да, значит, и они там после смерти очередного, ну, своего там старого епископа, они не могли никак договориться, кто же будет, значит, у них епископом. Весь город разделился примерно на две части, значит, там, одни одного, ну, Ивана, допустим, другой там Петра. Вот, и они там кричали, кричали, даже мордобой был, стенка на стенку шли, вот, короче, и смех, и грех, и позор был в Милане такой. И пришлось вызывать туда, потому что местные военные не смогли контролировать ситуацию, поэтому были вынуждены приставить туда и вот этого генерала с воинским подразделением таким. И Амвросий все взял в свои руки, в свой контроль, весь город он успокоил, везде были патрули, комендантский час, все прочее, все было четко и понятно, вот, и он вел приемные дни и принимал обе стороны представителей, и тех, и тех, значит, и заслужил уважение в городе, потому что очень мудро решал вопросы, ну, как бы, Соломоновый такие, знаете, давал мудрые ответы, и людям очень понравился он. И потом, в очередной раз, когда в соборе была такая стычка, грозила, сейчас опять был мордобой, должен был бы быть, потому что после служения опять люди кричали, Аксиос, там, допустим, Иоанн, или Аксиос, там, Петр, ну, короче, они там, другие, Анаксиос, там, Анаксиос кричали, короче, они могли никак договориться, Аксиос или Анаксиос, и кого там именно Аксиос, кого именно будут рукоплагать, вот. И в этот момент Амвросий с отрядом воинов врывается в собор, воины перегораживают собор, чтобы, значит, избежать столкновения стенка на стенку этих христиан, которые уже хотели бить друг друга, вот, значит, и кто-то из толпы воскликнул, о, Амвросия епископом, ха, он полковый человек, разберется, и все согласились вдруг, и те, и другая, и та, и другая фракция согласилась, Амвросий епископом, Амвросий, говорит, извините, братья, я же даже и не крещеный даже, ну, я среди оглашенных, он ходил на занятия, эти огласительные беседы тогдашние в Милане проходили, вот, и он проходил оглашение, говорит, я даже еще не крещеный. Ничего, у нас вот епископ, священники, сейчас тебя покрестим, покрестили его, вот, значит, и тут же его, рукоположили его в диаконы, в иерее, буквально через день или через два дня уже он стал уже епископом, уже все. То есть это один из уникальных случаев, когда человек не крещеный, еще готовился к крещению, стал епископом буквально через день или через два уже, вот, значит, после крещения. Хотя в некоторых источниках католических пишется, что его в тот же самый день поставили и крестили его, в тот же самый день его поставили и диаконом, и иереем, а на утро следующего дня уже епископом поставили его, и архиепископом всего Милана. Вот так вот. Вот такая интересная карьера была у него. Кстати, сам Амвросий, он очень добросовестно отнесся к своему служению, послушанию епископскому, к чести его. В то время были подобные уже эксцессы, но часто люди были, ну, не заслуживали этого высокого доверия, будем так говорить, и вели себя неправильно, аморально и прочее. Амвросий относился очень хорошо к своему послушанию этому епископскому, и был добросовестным и постником, и молитвенником. Он полностью все, значит, оставил свою прежнюю карьеру военную, полностью перешел. Но дух воина в нем был. И когда император вот стал инквизицию на Востоке насаждать, именно из Милана он написал это гневное письмо. Кстати, до Юре император относился к их церкви. И он все, даже есть такое предание, как бы красивое, ну, это как бы легендарное предание, что он как бы не допустил императора на порог, как бы, храма. Ну, это предание. Но вообще-то это легенда, легенда. А историческая правда в том, что он действительно написал письмо, и больше того, он написал письма епископам, написал письма папе римскому, и после его посланий по всей Италии и на Восток, большая часть епископов высказала ему свою поддержку и ободрение. По крайней мере, когда там уже вопрос стоял уже, значит, на голосованиях, то большая часть была за решение Амбросия. Вот. И император пошел на попятную и отказался. И инквизиция прекратилась. Но сам дух этот нечистый, он остался, и дальше стал развиваться в церкви. Ну, как бы, Феодосий Великий, он, как бы, он официально, кстати, святой в православной церкви. Печально, конечно, это все это, но это так. Но, собственно, инквизицию начинал даже не он. Он де юре начал, как бы, а де факто начинал еще Константин Великий. Константин Великий и его мама Елена. Но это отдельная тема, это я в семинарах по истории христианства об этом более подробно рассказываю. Но де юре, безусловно, именно Феодосий Великий считается отцом инквизиции. И уже в пятом, шестом столетиях инквизиторские процессы проходили на востоке. На западе они были фактически неизвестны. К чести, вот, западной части тогдашней церкви. Вот, большей частью они проходили тогда на востоке. В частности, в пятом, в шестом столетии это император, напомните мне, отец Юрий, построивших, Юстиниан, император Юстиниан. Его действия инквизиторские и прочее. Но в конце этой второй части я хочу еще рассказать, знаете, что можно дальше говорить об инквизиции. Но, большей частью инквизиции всегда, она, как бы, совершается руками светских властей, но вдохновителями из-под тяжка, знаете, вот, как бы, за кулисами, кукловодами, являются именно религиозные, религиозники. Политики выполняют инквизицию, как, допустим, сейчас, допустим, сегодня тоже дух инквизиции проявляется, когда политики действуют, допустим, там, законы яровые и прочее. Вот, а, по сути, кукловодами здесь духовный мир, реальный более, более реальный мир, на этот мир реальный тоже физически действует, являются религиозники. Хотя, как бы, ну, фактически политики над религиозниками, цезарепопизм у нас развивается, распространяется, ну, как бы, на земле уже почти, значит, там, полтора тысячелетия вот эта история цезарепопизма, очень серьезная такая тема. Вот, цезарепопизм это, когда церковь подчиняется государству, и во всем становится послушным инструментом в руках сильных мира и сего. Вот, но, духовным образом папоцессоризм является, в инквизиции всегда папоцессоризм. Вот, хотя, на виду, цезарепопизм, будем так говорить, очень интересная история. Вот, и, можно назвать много императоров, того же самого я назвал, допустим, Феодосия Великого, но, по сути, кукловодами его, именно вдохновляющими и направляющими, манипулирующими, будем так говорить, да, были именно религиозники. И этому есть много исторических фактов. Достаточно взять, что инквизиторские процессы начались не просто в Фессалониках, а даже в столице тогдашней, в Константинополе, когда отряды воинов по приказу императора отбирали храмы у других неканонических, как бы, православных церквей, восточных, значит, ну, так современным языком выражаясь, вот, отбирали у них храмы, вот, и, значит, передавали, вот, государственной церкви. Значит, потому что в Константинополе в основном храмы были не государственной церкви, а вот такие альтернативного храма христианства, не государственного, вот, и, по сути, вдохновителями были те же самые патриархи, что молчали, в частности, Александрийский, Константинопольский, Антиохийский, значит, Иерусалимский даже, вот, ну, и при молчаливом содействии Папы Римского, а порой и при его даже участии через посланников своих, вот, что явно проявилось на Втором Вселенском Соборе 381 году. Хорошо, друзья, благоставляю всех вас сейчас, и через полчаса продолжим третью часть тысячелетия Кричения Руси, тысяча-тридцатилетия Кричения Руси и покаяния в Инквизиции, да, в эти дни нашей церкви совершается это. Ну, а в воскресенье будем мы как раз вот более подробно об этом уже на служении говорить с братьями, наши священники будут. Будем вместе молиться, слава Богу. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.